Смотрите сегодня в выпуске. Более 1700 обращений в регионе продолжается пик активности клещей. Без пробок и духоты о правилах поездки на электросамокатах. История одной коллекции, как в Сарове появился музей военной исторической миниатюры. Далее расскажем обо всем подробно. Английским языком Руслан Родионов стал заниматься еще до школы вместе с родителями. В гимназии номер два юноша поднял уровень владения иностранным языком. И теперь это один из его самых любимых предметов. Помимо языка, Руслан серьезно увлекается 3D-моделированием. К региональному этапу Всероссийской Олимпиады школьников ученик готовился вместе со своим преподавателем. Признается, что задания были нелегкими. Такой уровень требует от ученика хороших знаний предмета. Руслан Родионов стал призером Олимпиады по английскому языку. Лично для меня цель – это что-то доказать себе, что я что-то могу, что я что-то умею. Стоять в честь школы. Но для каждого это может быть своя цель. Каждый находит ее сам. А с английским языком будешь себя звать в жизнь? Я думаю, да. Мне очень нравится английский язык. И было бы хорошо с ним связать. Поэтому почему бы нет. На сцене Дома учителя состоялся торжественный прием победителей и призеров регионального и заключительного этапов Всероссийской Олимпиады школьников. 73 юных саровчанина показали высокие результаты на уровне региона и страны. Всего ребята получили 119 наград. Ученик школы номер 12 Михаил Виноградов стал призером заключительного этапа Олимпиады по химии. В этом году ребята участвовали практически во всех школьных дисциплинах. А самыми популярными предметами остаются физика и математика. Но многие ученики показали себя и в гуманитарных науках. Вера Жарикова стала призером Олимпиады по мировой художественной культуре. Я участвовала в других олимпиадах, но на регион еще пока что нигде не выходила, кроме МХК. Будьте собой. У каждого есть свои наклонности. И даже если вам кажется, что вы ничем не увлекаетесь, и если вам кажется, что у вас ничего не получится, это неправда. Вы молодцы, вы обязательно совсем справитесь. Будьте собой, самое главное. Традиционно наибольшее количество победителей и призеров регионального этапа Всероссийской Олимпиады школьников из 15-го и 3-го лицеев, 2-й гимназии. В этом году хорошие результаты показали также 10-е и 12-е школы. Очень много детей сегодня уезжают в большие города, в мегаполисы, где как раз сконцентрирована вся основная масса таких больших очень олимпиадников. И, конечно, Москву и Питер нам никогда не догнать. Но в целом, безусловно, мы на уровне Нижегородского области мы остаемся всегда в лидерах. И Нижний Новгород и Саров всегда представляют максимально достойно Нижегородскую область на территории России. Победители-призеры Всероссийской Олимпиады школьников получили благодарственные письма и подарки от Департамента образования Ирфят Снеев. Вступить в ряды волонтеров Победы Елена Клюева мечтала еще с детства. Она хотела помогать людям и побольше узнать об истории России. К этому Елену подтолкнули ее бабушки и дедушки, которые участвовали в Великой Отечественной войне. В этом году Елена приняла участие в Параде Победы, который прошел в Нижнем Новгороде. Я встречала и сопровождала ВИП-гостей и провожала их на определенную локацию, где они находились рядом с трибунами, с ветеранами. И дальше мы, после того, как мы проводили, мы потом встали в колонну вместе с полицейскими и смотрели Парад Победы, восхищались и гордились своей страной. По окончании Парада Победы все волонтеры возложили цветы к вечному огню. После добровольцам предоставилась уникальная возможность пообщаться с ветеранами и узнать их истории жизни. Всего в Параде приняло участие 100 волонтеров со всей Нижегородской области. Чтобы стать участником Парада Победы, желающим нужно было заполнить анкету и рассказать о своих навыках и умениях. Я всегда мечтала попасть на Парад Победы именно в Нижний Новгород. И моя такая существовалась мечта, я стала частью одной большой команды. И когда я стояла, смотрела на Парад, это действительно такое чувство гордости за свою страну и, конечно же, дань уважения. Сейчас Елена Клюева занимается волонтерством Победы в нашем городе. Со своими подопечными она проводит различные акции, посвященные Победе в Великой Отечественной войне. Волонтеры принимают участие в патриотических конкурсах, квестах и играх. Мы занимаемся, это, конечно же, сопровождение непосредственно в День Победы, это бессмертный полк. Это, конечно же, мы, когда у нас проходит акция Георгийской ленточки, мы стоим на точках и раздаем Георгийской ленточке всем горожанам. Если это акция блокадный хлеб, то мы набираем волонтеров, их обучаем. То есть они у нас сопровождают участников акции, кто к нам приходит. Дальше могут выступать в качестве экскурсовода, рассказывают про акцию. В команде Елены Клюевой около 80 добровольцев, и все они горят своим делом. Вступить в ряды волонтеров Победы может любой желающий, достигший 14 лет. Более подробную информацию можно получить в Клубе здоровья, Носилкино, 10А, здание ОБЦ. Каникулярное летнее время для многих подростков – отличная возможность подработать, чтобы получить свои личные карманные деньги и больше не просить у родителей. Плюс ко всему на работе можно завести новые знакомства, набраться опыта и знаний у старших коллег. Для подростков есть много направлений. Можно попробовать себя в роли аниматоров, курьеров, официантов. Некоторым организациям требуется человек, чтобы распространять листовки, убирать территорию или присматривать за животными. Трудоустраивать несовершеннолетних работодатель обязан согласно Трудовому кодексу. Строгое правило – подростков нельзя принимать на работу с вредными или опасными условиями. Также школьникам не устанавливают испытательный срок, а на работу принимают только после предварительного медосмотра за счет работодателя. В дальнейшем медосмотр нужно проходить ежегодно до 18 лет. С подростком не заключают письменные договоры о полной индивидуальной или коллективной материальной ответственности. Заключать трудовой договор на выполнение легкой работы подростки могут самостоятельно с 16 лет. Трудиться можно в свободное от учебы время, а также после получения общего школьного образования. Дети с 14 лет могут пойти работать только с согласия родителей и органов опеки. В этом случае договор подписывают и взрослые. Несовершеннолетнему запрещено поднимать тяжести за пределами допустимых нагрузок при подъеме вручную. Нельзя работать сверхурочно, в выходные и праздничные дни, в ночные смены, а также отправляться в командировки. Запреты не распространяются на творческих работников и на спортсменов. Если ребенок от 14 до 16 лет не учится, то его рабочий день составляет 4-5 часов, а от 16 до 18 лет – 7 часов в день. Отдельно в Трудовом кодексе прописаны часы работы для ребят, которые совмещают учебу и работу. От 14 до 16 лет – это 2,5 часа в день, а от 16 до 18 лет – 4 часа. В Сарове молодежная биржа труда тоже начала принимать заявления на трудоустройство школьников. Рабочие места предоставляют несколько организаций – ЖЭК, ДЭП, Горводоканал, Товарная база. Мы ребят направляем на работу именно в эти организации. В основном это благоустройство территорий, то есть уборка территории, кусты подрезать, траву убрать, то есть что-то вот такого плана. В заключении договоров будет на 2 недели, там с 1 по 15, допустим, число, либо потом с 16 по 30 и 31 число, и вот в 3 месяца вот такая разбивка будет по 2 недели. Для приема на работу нужно подать заявление и принести в молодежный центр пакет документов, оригинал и копию паспорта, СНИЛСА, ННН, расчетный счет Сбербанка, медицинскую справку от педиатра формы 086У, согласие родителей, для подростков 14-15 лет, согласие органов опеки и попечительства. Справки по телефону 99-112. В свои 19 лет Ксения Зубова уже преподает восточные танцы. Любимым делом она начала заниматься этой зимой, тогда же и оформила самозанятость. На проект «Займись делом» девушка пришла получить поддержку для развития своего дела. Я планирую все-таки хорошо разобраться в налоговых системах, как самозанятость, так и ИП, потому что я все-таки в будущем планирую открыть ИП и развить дело, ну, танцами я занимаюсь, то есть какую-то свою студию открыть. Проект «Займись делом» в нашем городе проходит в третий раз в этом году. В нем принимают участие 52 человека. Цель проекта – оказать содействие в популяризации услуг и продукции самозанятых. Мероприятие проходит в несколько этапов. Самозанятые проходят обучение. Проходит обучение онлайн, что очень удобно, потому что они могут в любое время подключиться к платформе СОП-52 и прослушать вебинары и различные видеоуроки. Затем проходит мастер-класс по мерам поддержки, финансовые меры поддержки, имущественные меры поддержки. Следующий этап, третий этап – это будет бизнес-игра. На этапе бизнес-игра в рамках защиты проектов будут определены трое лучших, которые получат в качестве приза бесплатную разработку сайта, таргет-рекламу и информационную поддержку. Динамика деловой активности в сфере логистики и транспортировки в регионах присутствия Волговятского главного управления Банка России показывает, что в первом квартале текущего года предприятия продолжили пересматривать маршруты грузовых перевозок с учетом изменения географии внешней торговли. Об этом говорится в очередном выпуске доклада Банка России «Региональная экономика. Комментарии ГУ». В регионах при Волжье стартовали новые проекты по улучшению транспортной и логистической инфраструктуры. В ряде регионов по Волжье стартовали проекты по улучшению транспортной и логистической инфраструктуры. Например, в Татарстане началось строительство и модернизация инфраструктуры для контейнерных перевозок. Предполагается, что этот проект позволит увеличить объем торговли со странами Азии. Предприятие Волговятского макрорегиона планирует экспортировать в основном продукцию нефтехимической промышленности, а импортировать потребительские и промежуточные, то есть используемые для выпуска конечного продукта, товары. Также бизнес продолжает работать на улучшение инфраструктуры в сфере интернет-торговли. В начале весны стало известно о планах построить в Нижегородской области крупный складской комплекс для обработки и хранения заказов одного из онлайн-ретейлеров. А другой российский ретейлер начал работу по расширению складских мощностей своего логистического центра в Татарстане. Информацию о других тенденциях в экономике регионов России можно найти в докладе «Региональная экономика. Комментарии ГУМ». Важный источник сведений для доклада – мониторинг около 14 тысяч нефинансовых предприятий. Это позволяет получить оперативные данные о развитии отраслей экономики во всех регионах страны. Доклад рассматривается руководством Банка России, в том числе и в ходе подготовки к принятию решения по ключевой ставке. 7 марта зафиксировали первый случай присасывания клеща. Для нашего региона это рекордно ранний срок. Всего же в области зафиксировали уже более 1700 обращений укушенных паразитами граждан. И пик активности членостоногих только нарастает. Большая часть обнаруженных клещей исследованы. Среди результатов 4 клеща содержат антиген энцефалита, порядка 260 – боррелиоза. И если переносчиков энцефалита в Сарове нет, наш город не эндемичен по этому заболеванию, то паразитов с боррелиозом выявляют и у нас. Серьезное заболевание может иметь последствия в дальнейшем, когда не получая антибиотикопрофилактику или какое-то специфическое антибиотико-лечение, возможно хроническое течение болезней, когда поражается нервная система уже в дальнейшем. Главные боли, боли биферические в мышцах, в конечностях и так далее. Главная защита от развития боррелиоза – антибиотиковая профилактика. Провести ее необходимо оперативно в течение первых дней после укуса зараженного клеща. Поэтому так важно сразу же после того, как вы обнаружили на себе паразита, обратиться в медучреждение. Конечно, удалить клеща можно и самостоятельно, но в этом случае вы рискуете повредить его, усугубив тем самым ситуацию. Если клещ глубоко впивается, у вас там останется голова. А возбудитель проникает вот именно уже только тогда, уже даже тогда, когда он только впился, что называется, в кожу. И чем глубже он уходит и чем дальше он там находится, тем больше возбудителя, если клещ заражен вместе с слюной этого клеща, попадет в организм человека. Желательно, конечно, рекомендуют обращаться в медицинское учреждение специализированное. Удалят этот клещ, отправят его на исследование, дождаться результатов исследования. В Сарове клещей исследуют две лаборатории. В клинической больнице номер 50 и Центре гигиены и эпидемиологии. Исследования платные, но необходимые. Своевременная профилактика защитит от возможных последствий боррелиоза. А вот от энцефалита поможет вакцинация. Важно задуматься о ней, если вы планируете поездки по области или за ее пределами. Только в нашем регионе 15 районов, эндемичные по заболеванию клещевым энцефалитом. По стране таких очагов сотни. В зависимости от того, какая вакцина будет применяться, состоит из двух или трех инъекций. Но надо помнить, что иммунитет антитела, то есть иммунитет у человека в организме в виде антител, появляется только через две недели после введения второй дозы вакцины. Актуальным остаются и меры так называемой неспецифической профилактики плотной светлой одежды, репелленты, прогулки подальше от кустов и высокой травы. Кик-шеринг. Аренда электросамокатов добрался и до Сарова. Граждане быстро освоили новое средство передвижения. И теперь на зебрах и пешеходных зонах можно столкнуться с лихачами, которые любят поездить с ветерком. Электросамокат – такое же транспортное средство, как автомобиль или велосипед. А значит, нужно соблюдать и установленные правила безопасной езды. 15 мая на улице Димитрово напротив техникума произошло ДТП с участием электросамоката. Несовершеннолетний подросток, управлявший СИМом, столкнулся с Маздой. Автомашина выезжала с прилегающей территории на главную дорогу и создала помеху для электросамокатчика на тротуаре. За время появления на улицах города электросамокатов напрокат у сотрудников ДТП это первое дорожно-транспортное происшествие с участием средства индивидуальной мобильности. Но граждане уже не раз становились очевидцами падений и столкновений подростков на электросамокатах. При таких случаях на место приезжают участковые и инспекторы по делам несовершеннолетних. Техника безопасности, если на велосипедах, как смотрим, там некоторые ездят с шлема, на локотники одевают, то есть на данных средствах индивидуальной мобильности я ни разу не видел, чтобы кто-то прибегал к таким мерам. Просто если так вот посмотреть, если на скорости 25 километров упасть, то есть по-любому будут повреждения какие-либо телесные. Но здесь зависит все от самих граждан. Если ребенку меньше 7 лет, он может управлять СИМом только в пределах пешеходных зон в сопровождении взрослых. Ответственность за нарушения ляжет на родителей, а протокол отправят на комиссию по делам несовершеннолетних. Детям до 14 лет на электросамокате можно ездить самостоятельно, но тоже только по тротуарам. Лица старше 14 лет могут двигаться на электросамокате по краю проезжей части. Если вы покупаете собственный электросамокат, то обратите внимание, что его мощность должна быть не более 250 ватт. В противном случае, ваше средство индивидуальной мобильности будет подпадать уже под категорию М. И соответственно, ответственность за нарушение ПДД вы уже будете нести как за мопед или мотоцикл. А скорость движения у них там, она как бы заложена программой. Вот что касается именно городских вот этих вот символ, да, там в программе у них заложены. Именно где вот у учебных учреждений, там у них скорость она очень маленькая. То есть как бы какими манипуляциями там гражданин, который управляет данным этим симом, не предпринимал. То есть он не разгонится быстрее. За нарушение ПДД электросамокатчики привлекаются к такой же административной ответственности в виде штрафов, как и велосипедисты. Поэтому, если вы хотите избежать нечастных случаев, будьте внимательны. Не развивайте большую скорость, при которой вы не сможете контролировать движение. Не катайтесь на одном электросамокате вдвоем. У кого есть определенный разум, да, кто, например, думает не только о себе, а еще о тех, кто там идут по тротуарам, дети, там, с колясками тоже, да, с малолетними, там, с детьми, которые находятся. Они же некоторые просто думают о себе, то есть побыстрее как бы прокатиться, разогнаться и все. Собирать солдатиков Вячеслав Лапашов начал еще в детстве. Сначала коллекция пополнялась обычными оловянными столбиками. Так Вячеслав Викторович называет своих первых солдатиков. А уже после начали появляться пластиковые фигуры. И вот спустя несколько лет мужчина составил свой собственный музей военно-исторической миниатюры, где нашел место к каждому экспонату. Сразу наполнилась эта комната, да, две эти комнатки. И диорамой вот Бородинского сражения, и другими витринами с солдатиками. Очень огромное количество, конечно, солдатиков было тех времен, когда я совсем был маленький. В музее можно увидеть Наполеона, Александра Македонского, Д'Артаньяна и других исторических личностей. Также можно увидеть машины и танки Великой Отечественной войны, медали, ордена и кители. Мальчики, девочки, которые сюда приходят, не могут ознакомиться с такой небольшой историей. Я не скажу, это у нас не супермузей, да, но такая маленькая выставка специально для людей, которые хотят укунуться в мир, наверное, игры, в мир детства, а некоторые в мир истории. Для маленьких посетителей музея Вячеслав Лапашов придумал витрину, на которой расположилась коллекция щелкунчиков. По словам Вячеслава Викторовича, малыши еще не понимают историю, но увидев знакомую фигурку, загорается интересом. Щелкунчик-то все знают, он видит, ай, какая интересная игрушка, и сразу ему становится интересно. А потом мы его подводим вот к такой маленькой диорамке, где рыцари бьются около замка. И тут они думают, ну это что рыцари воюют около замка-то, зачем? Оказывается, там стоит принцесса из Барби сделанная. Оказывается, они борются за принцессу, и тут им становится уже интересно, они уже понимают смысл какой-то вот, ну зачем что-то происходит. Прийти в музей военно-исторической миниатюры может любой желающий с понедельника по пятницу с 15 до 20.00. Без возрастных ограничений. Сотрудники канала 16 поздравляют всех сотрудников музеев с профессиональным праздником. Желаем, чтобы залы никогда не пустели, а для посетителей поход в музей всегда был частью культурной программы. Лобинцов тихо рассмеялся по поводу укутанного оружия и спартанской неприцезательности солдат. Этой приобретенной на войне вечной готовности к бою. На очередной встрече проекта «Читаем слух». Саровские девятиклассники познакомились с романом Эммануила Казакевича, написанным в 49-м году «Весна на Одере». Действие происходит весной 45-го. Советские войска готовятся к форсированию Одера. Месяц остается до победы над фашистской Германией. Но впереди еще тяжелые бои и большие потери. Причем написывает событие, участникам которых тоже был, потому что он тоже был родительщиком и тоже дошел до Дарвина. Событие в этой книге апрель 45-го. За месяц до конца дарвина. Вообще погибать за месяц, за неделю, за день до конца войны обиднее, наверное, сто раз. На фоне масштабных боевых операций, жестоких сражений и штурмов немецких укреплений тянется любовная линия двух героев. Майора гвардии, разведчика Сергея Лубенцова и военврача Тани Кольцовой. Они встречаются в 41-м, когда вместе выбираются из окружения. Во время отступления их пути расходятся. А в апреле 45-го, во время форсирования Одера, они снова случайно увиделись. Я считаю, благодаря таким произведениям может воспитываться патриотизм. И также такие произведения помогают нам не забывать о том, что было в прошлом в нашей стране. С одной стороны, любовная линия главного героя и его, соответственно, возлюбленный, и близкая победа, которая уже приближается. А с другой стороны, продолжающиеся потери солдат. И вот именно из-за этого произведение вызывает такие смешанные чувства. Чтение романа Эммануила Казакевича – последняя литературная встреча саровских школьников в этом учебном году. Проект на протяжении нескольких лет знакомит учащихся с лучшими произведениями отечественной и мировой литературы. Мне проект нравится. Я считаю, что этот проект способен, так скажем, убить у многих ребят такую вещь, как боязнь сцены. То есть я сам буду участвовать. Ну, мало где участвовал перед незнакомой публикой. Но, как обычно, эти ощущения незабываемы. Это очень хороший жизненный опыт. Записи чтений публикуют на сайте Дворца детского творчества. Дворца детского творчества Это был первый концерт. Это был пасхальный концерт для детей-инвалидов, который проходил в культурно-просветительском центре Саровского благочиния. В данном концерте приняли участие разные вокальные студии нашего города. К нам присоединилась вокальная школа студии «Дива». Под руководством Василины Данченко к нам присоединилась студия «Волшебный микрофон». Чтобы продолжать благотворительную концертную деятельность и привлечь к этому еще больше творческих людей, Ольга создала волонтерское музыкальное объединение «На доброй ноте». Участники будут выступать как на городских площадках, так и в детских домах, домах престарелых. На подходе следующее мероприятие. Благотворительный праздник «Белый цветок», который состоится 26 мая при культурно-просветительском центре Саровского благочиния. Волонтеры планируют подготовить музыкальную программу. Это будет, естественно, все не на коммерческой основе. Это все благотворительность. И ребята, которые к нам хотят прийти, они должны осознавать, куда они идут. Это все-таки православный центр. И репертуар здесь будет соответствующий. Мы будем петь песни о добре, о любви, о природе, о России. Волонтерское объединение «На доброй ноте» ждет творческих людей от 14 лет. Которые хотят дарить добро. И любят петь, танцевать, читать стихи, играть на музыкальных инструментах, придумывать и креативить. Присоединиться к команде волонтеров могут и творческие коллективы Сарова. Я всех приглашаю к нам присоединиться. И не бойтесь делиться своим теплом, своей добротой. Людям действительно это очень важно, очень нужно. И не только люди, которым мы это дарим, будут счастливы и рады. Но также и мы, кто дарим, будем счастливы от того, что мы смогли сделать кого-то счастливым. Прослушивание репетиции будут проходить в православном волонтерском центре «Радость моя». За подробностями обращайтесь к Ольге по телефону 8 910 147 47 37. Или пишите в группу «На доброй ноте» ВКонтакте. Ирина Анатольевна Богданова начала писать в зрелом возрасте – в 48 лет. Много лет работая с детьми в детском саду, она накопила богатый педагогический опыт. Его Ирина Богданова решила воплотить в своих книгах. Первые произведения писательницы были для самых маленьких. Книги быстро стали популярными. Вскоре писательница обратилась к юношеской, а потом и к взрослой литературе. Ирина Анатольевна – номинант Патриаршей премии по литературе. Пятикратный лауреат конкурса «Просвещение через книгу». Детскую повесть «Сказочная азбука» включили в федеральную программу «Культура России». Все мои книги, они подчинены одной цели. Это книги о любви к России, это книги патриотичные, книги о людях, которые умеют преодолевать трудности, которые не пасуют перед трудностями, как бы им не было трудно, и всегда находят свою дорогу к любви, к миру. Все книги петербургской писательницы на документальной основе. Ирина Богданова берет значимое историческое событие. И помещает туда простых людей, с их радостями и горестями, сложными выборами и жизненными перипетиями. Чтобы достоверно описать ту или иную эпоху, автор много работает с архивами, мемуарами и дневниковыми записями очевидцев. Наиболее известные романы Ирины Богдановой – «Три Анны», «Мера бытия», «Фарфоровая память» – во всех произведениях писательницы «Присутствует тема войны». Война – это, в общем-то, она на протяжении вытянутой руки от всего моего поколения. И она присутствует абсолютно, тема военная, тема присутствует абсолютно во всех книгах, потому что я не могу ее обойти, потому что вот вся наша жизнь, она проистекает, собственно, вот точка, это точка войны, это точка отсчета для всех семей в России, для абсолютно всех семей в России. Главный принцип в работе Ирины Богдановой – писать так, как бы самой хотелось прочитать. Сейчас у писательницы 22 книги, уже совсем скоро выйдет ее новый роман «Мир всем». На творческой встрече с Саровскими читателями в библиотеке имени Маяковского Ирина Анатольевна рассказала о себе, своем писательском пути и работе над книгами. Все желающие могли задать вопросы, а также получить автограф автора. Хочу поблагодарить сразу Саровчан в библиотеку имени Маяковского за приглашение. И мы понимаем, на чьих плечах лежит равновесие в мире, и поэтому спасибо вам большое, спасибо всем жителям города за то, что вы обеспечиваете это равновесие. ДМИС думает о том, как провести День молодежи в Сарове. Они запустили голосование в группе ВКонтакте и предложили три варианта. Первое – привести диджея, второе – привести звезду российской эстрады, и третье – провести праздник в стиле рок-н-ролл. А мы узнаем у сыровчан, как они и хотят отмечать День молодежи. Пойдемте. Естественно, фейерверки хотели бы видеть, салюты яркие ночью, да. Куча всяких нарядных людей там, ну, в костюмах таких ростовых, знаете. Вот, там, зверюшки, там, клоуны, ну, чтобы детишкам было весело. Самое главное – молодежи все-таки. Вот. Еще самое главное, ну, вот такие стенды поставить для молодежи. Сахарный ват, там, шашлычок, вот, бесплатный желательно. Концерт какой-нибудь известной личности. Ну, не какого-нибудь там, это, это, Потап и Настя. Какого-нибудь, что, крутой человек приехал. Ну, например? Не знаю. Ну, вообще, Филипп Киркоров. Вот, Филипп Киркоров, если приедет, то это хорошо будет. Или там Артур Пирожков какой-нибудь. Но они должны, должны приезжать. Все-таки город у нас большой. Надо, надо. Вот. Я хочу, чтобы меня снова наградили, как и в прошлом году. А за что? Меня награждали за большой вклад в молодежную политику. Я тоже хочу, чтобы меня наградили. Пошли быстрей. Я хотел бы увидеть много счастливых лиц и побольше хорошего настроения. Еда бесплатная. Полностью согласен. Что-то, может, еще? Салют, например? Или это уже заезжено? Ну, вот, недавно был. Поэтому, не знаю даже. Ну, может быть, какие-нибудь квизы, что-нибудь такое прикольное? Пар бы не было, хорошо было бы. Детские какие-то развлечения? Для молодежи тоже что-то активненькое. Может, конкурсы какие-то? Все. Что именно? Именно все. Ну, например, там, может быть, какие-то квизы, там, квесты, я не знаю, салюты. Да, именно это. И все? Да. Какой-то скучный. Я знаю. Ну, какую-нибудь дискотеку. Например, пьяную вечеринку? Ну, можно просто концерт. То есть, хорошая музыка. А как она сейчас относится к тому, что там, например, диджея привезут или звезду какую-нибудь классную? Пожите. Придете? Скорее всего, да. Я тоже. Можно я с вами пойду? Пойдемте. Ну, почему? Куда пойдем? На День молодежи. Прямо сейчас? Да, будем с вами идти до 24-го числа. Пойдете со мной? Боюсь, что нет. Эх, этот не идет. Может, какой-нибудь парад для молодежи, какое-нибудь мероприятие, связанное какими-то современными темами? Например? Ну, например, какие-нибудь веселые старты, может, будет интересно. По крайней мере, людям лет 12-14 точно будет интересно веселые старты. А я вообще хочу, чтобы в этом году День молодежи прошел в стиле опен-эйра или фестиваля. На берегу озера, чтобы солнце светило, все улыбались. Эх, мечты. Эх, мечты. Эх, мечты. Эх, мечты. Редактор субтитров А.Семкин